Здравствуйте! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду! Я к вам сегодня с видео о моей коллекции украшений. Снова, значит, на этот раз видео будет немножко ностальгическое такое. Я вам покажу украшения, сделанные вручную моей подругой, которая в какой-то период своей жизни увлекалась тем, что она занималась производством, деланием, так сказать, украшений. Это вообще как бы не то, что она это делала профессионально, просто у человека такие хорошие руки, она за что не бралась, у нее все получалось хорошо. Она очень хорошо шьет, очень хорошо вяжет, делает какие-то поделки для дома, рисует, в общем, все-все-все-все. Человек вот с правильными двумя правыми руками, в отличие от меня, с двумя левыми руками. И в какой-то период своей жизни она увлеклась поделками вот украшений из камней, из серебра. И просто раздаривала это все своим друзьям, знакомым, родственникам, потому что она это делала не для наживы, так сказать, не для продажи, а просто ради удовольствия своего, и как бы вот ей интересно было попробовать, и она все это вот делала, все это как бы бесплатно дарила своим друзьям. И она, конечно, платила за материалы, тратила на это свои деньги, но вот как бы это было ее хобби, которое она была очень увлечена, и делилась этим хобби со своими друзьями с удовольствием, как бы показывая свое умение, и, в общем, мы были очень ей благодарны. Ну, это был какой-то период ее жизни, сейчас она этим и занимается, но, в принципе, она как бы вот получала от этого удовольствие, и мы все вокруг, потому что мы имели прекрасные, замечательные украшения. Все, давайте перейдем. У меня их не так много, но я вам хочу их показать, потому что мне кажется, что они достойны внимания, и на себя буду, конечно, все примерять. Повторюсь, всему этому очень много лет, но, тем не менее, я считаю, что это не потеряло актуальности, эти вещи, и вполне я их ношу до сих пор, и вполне с удовольствием внедряю, так сказать, свой гардероб. Первый комплект – это вот такая вот нитка, это серебро. Она использовала только серебро в своих изделиях, и камни, я не знаю, если честно говоря, что это. Я не думаю, что это янтарь, я думаю, что это искусственный янтарь, потому что янтарь стоит довольно дорого. Не знаю, если честно, поскольку это все было бесплатно, и просто нам дарилось, я не очень интересовалась, какие там камни и что. Больше меня интересовало то, что это красивые вещи, и, естественно, она использовала серебро, опять же, потому что, как бы, ну, этот металл, который не портится со временем, и, если честно, серебро не такое уж дорогое, то вполне можно было, как бы, этим заниматься без особого ущерба для своего бюджета. Я сейчас примерю это. Это набор колье и серьги. Вот так он выглядит. Ой, немножко мне надо, наверное, привстать, чтобы было видно, или я его просто немножко вот так вот подтяну. Ну, очень простое, ничего тут придумывать не надо, но за счет того, что очень красивые вот эти вот вставки, камни, ни камни, не знаю, может быть, пластик, но сделаны очень красиво и элегантно, так, без претензий, но красиво выглядит, хорошая длина такая, в общем, очень-очень симпатичная вещь. Простые серьги без всяких изысков, и вот так вот это выглядит. Второй набор тоже очень простой. Просто вот нитка такая с жемчужинами и вот эти вот маленькие гранаты. Здесь бусинки граната, и вот внизу вот эти капельки серебряные и позолоченные, вот тоже такие вот элементы, которые соединяют как бы с цепочкой это все. А здесь жемчужинки, речной жемчуг, и к нему, к этому колье, она мне сделала вот такие вот сережки. Тоже, видите, очень просто, но мило, симпатично, элегантно. Вот жемчужина, позолоченная бусина, гранатовая бусина и серебряная такая вот капелька. Вот так вот она выглядит на шейке, тоненькая, элегантная, изящная, не очень крупное украшение, я бы даже сказала маленькое, но очень симпатичное, очень такое, знаете, женственное, тонкое, нежное. И вот эти вот бусинки, жемчужинки и серебряные как бы капельки, они очень хорошо выглядят вместе. Еще одно украшение, очень тонкое, очень нежное, у меня к нему нет сережек, вернее, я когда-то купила серьги, черный жемчуг серебряный, но я не могу их найти сейчас. Вот такое вот украшение, она как-то сплела, видите, несколько ниток, черный маленький, маленький речной черный жемчуг и серебряная, как будто бы серебряная такая вот нить, и она их как-то вот так вот переплела, и получилось вот такое вот очень красивое, нежное, тонкое ожерелье. Оно, видите, такое коротенькое, очень нежное и очень тоненькое, хорошо так лежит, и прямо вот так вот под шею, но, в принципе, по-моему, красиво выглядит. Очень изящно и элегантно. Серега у меня нету, вернее, есть, но забыла, не знаю, где я, не могу найти. Еще одно украшение, это такой кожаный ремешок и с очень красивым камнем в виде кулона, и такие же серьги она сделала. Тоже, видите, вот. Причем она использовала очень-очень хорошие застежки, вот такие вот в этом случае. Кстати, на них даже есть проба стоит серебряная. Ну, в общем, вот такой вот кулон, и необыкновенно красивый камень, не знаю, как он называется, и вот такие вот серьги, повторяющие форму кулона, одинаковый камушек. Вот такая вот красота. Сейчас померю вам, примерю, покажу. Тоже очень красиво смотрится за счет того, что вот красоты камней, такие желто-серые камни, большие, крупные. Очень красиво смотрится в ухе, эта серьга эффектно большая и не очень большой кулон, просто на кожаной цепочке. И вот тут какие-то серебряные элементы, небольшие, но просто вот сам кулон очень-очень красивый. Вот это очень интересное украшение. Видите, сделаны как бы бусы из разных-разных-разных камушков. И вот это вот она купила уже готовые такие заготовки, квадратные, прямоугольные вот такие вот, вот такой вот кулон с вклеенными уже в него разными разноцветными камушками. И она купила три штуки таких и сделала из них кулон и серьги. Видите? И уже к этому кулону она надела его не просто на какой-то шнурок или цепочку, а вот собрала вот такие вот бусы в тон к тем камням, которые присутствуют на этом кулоне. И застегивается он спереди вот такой вот застежкой, которая как бы дает возможность кулон, чтобы видно было кулон. Сейчас покажу. Вот такое красивое яркое украшение, очень такое, знаете, летнее, симпатичное, очень много ко всем подходит, потому что, видите, здесь разные-разные цвета присутствуют в серьгах и в кулоне, и в этих бусах. Такое веселое, веселое, яркое, летнее. Да не только летнее, можно и зимой, и осенью. Правда красивое, очень-очень красивое, необычное, яркое. Очень мне нравится. Я его вообще, вот я немножко подзабыла про него, вот сейчас вот стала снимать, и вспомнила, и подумала, надо мне снова начать это все носить, потому что я как-то немножко увлеклась какими-то винтажными украшениями, что-то более новое я покупаю, а вот эти у меня лежат. Но вот сейчас стала снимать, и подумала, надо начать снова носить. Вот такое интересное украшение, это бусы с кулоном, какие-то зеленые камни, я точно не знаю какие, и здесь серебряные бусинки между ними, и вот такой вот серебряный кулон. С каким-то желтым камнем, точно не знаю опять же какой, но это какой-то камень, безусловно. Вот она купила такой кулон готовый, и надела, присоединила его вот к этим вот бусам, и сделала к нему вот такие вот серьги, просто обычные, обычная тоже вот такая вот удобная, хорошая держалка. И просто два, две бусинки, вот такую вот зеленую, и нашла вот такую вот желтенькую бусинку под цвет вот этому вот кулону. Получилось симпатичнее. Вот видите, так красиво оно выглядит, я немножко подниму, чтобы было видно, потому что вырез у меня немножко получается так, что оно неправильно попадает. Вот так выглядят сережки, очень мило, нежно, и вот так выглядят бусы с этим кулоном. По-моему красиво, очень, очень красиво, очень элегантно, и я очень люблю зеленый цвет, и у меня очень много одежды зеленого цвета, поэтому, и под глаза под мои подходят тоже, поэтому я очень его любила. Когда-то, опять же, повторюсь, я немножко подзабыла их, ношу сейчас редко, вообще практически забыла, и вот я вообще сейчас пересматриваю свой шкаф, свои шкатулки, и, в общем, нашла вот эти вот украшения, и с удовольствием решила показать, потому что они того стоят, я считаю. Еще один набор, я вот не уверена, или это камни, или это какое-то художественное стекло, наверное, все-таки камни, просто такая серебряная цепочка с надетыми на нее вот такими красивыми, очень черными бусинами чего-то, или стекла, или камней, и тоже с серебряными бусинами между ними, и вот такие вот сережки, видите, с бусиной, внизу у нее висит цепочка. Красивое очень украшение, такое драматическое немножко, такое черное, черные камни, знаете, такая драма-драма, но посмотрите, они необыкновенной красоты. Опять же, может быть, не камни, может быть, это художественное стекло, я не уверена, но не важно, все равно это красиво. Вот так оно выглядит, вот так выглядят серьги, у меня из-за волос не очень видно, я сейчас, вот так, если я уберу волос, то лучше видно. Красивые серьги, красивое такое, красивые бусы, красивое колье, они все, видите, не очень длинные, потому что я когда-то длинными не увлекалась, я носила вот все такое вот под шею, коротенькое, и она, зная мой вкус, делала мне вот такие вот украшения. И вот такой необыкновенно эффектный комплект, это кораллы и розовый кварц, видите, я вот предыдущих вам не показывала, а напрасно, даже застежку она делала все очень красиво и профессионально, как бы, чтобы это не было, просто какой-то там замочек, видите, вот сделано с каким-то, с фантазией, так сказать, и это все к серебру, повторюсь. Опять же, был куплен ей вот такой вот розовый просто кулон, не кулон, вернее, как на серебре розовый кварц, просто вот такая вот заготовка, которую можно было использовать в кольцах, в серьгах, вернее, скорее всего, в бусах только, потому что здесь, видите, сделаны две, ой, я очень неумело показываю, простите мне, сделаны две вот такие вот два ушка, за которые можно цеплять, видимо, скорее всего, бусы или какие-то цепочки, то есть только в этих целях это можно использовать, нельзя ни в серьгах, ни в кольце, а именно вот в таких вот, в таком вот украшении. И, ой, серьги она сделала мне тоже в том, коралл и розовый кварц бусина, который, видите, подходит к этому, к этому, к этим бусам, сейчас примею. Вот такое необыкновенно эффектное украшение, я очень люблю крупные и большие украшения, я носила его очень много, заносила до дыр, я помню, что, когда она мне его подарила, я его просто не снимала с себя, носила его ко всему, совсем, потому что я вот люблю такое побольше, покрупнее, вот такое вот очень красивое украшение, и такие маленькие скромные сережки, чтобы как бы не было too much, но очень красиво, необычное сочетание, красный коралл и розовый кварц, потрясающе, очень мне нравится оно, снова надо мне его достать и начать носить, а то я его как-то подзабыла. Все, дорогие девочки, это было последнее украшение, очень была рада с вами поделиться, показать эти украшения, вспомнить о них, вспомнить о щедрости моей подруги, о том, какие у нее умелые, прекрасные руки, надо мне с ней, я давно с ней не списывалась, она живет в другой стране, поэтому мы с ней периодически переписываемся, но, знаете, когда живешь очень далеко друг от друга, то общение немножко начинает как бы сходить на нет. Мы очень дружили когда-то, прямо не разлили вода, но потом разъехались по разным странам, и получилось вот так вот, хотя, в принципе, мы до сих пор общаемся. Вот, такое вот видео у меня сегодня, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, люблю, целую, скоро будет новое видео, а сегодня все, с вами была ваша Диета из Канады, пока-пока-бай!